всем привет с вами я татьяна шадрина вы у меня на канале время шить сегодня время вдохновения я сегодня хочу вам показать свою рубашку новенькую белую недавно я в нескольких видео появилась в этой рубашке было много вопроса татьяна покажите расскажите про эту рубашку ну вот решила в этом видео показать и рассказать поподробнее про эту рубашку в принципе фасон этой рубашки был когда-то в старой в старой бурде я даже не стала искать где это выкройка есть ли она когда эта рубашка давным-давно появилась впервые в бурде я ее сшила себе сшила сестре это мне кажется лет 10 назад было и потом пару раз наверное еще раз повторяла эту рубашку потому что мне кажется все настолько легко и просто сама идея рубашки без отложного воротника стойки очень привлекательно потому что быстрее шьется все и с другой стороны нет вот этого торчащего воротника который попадает скажем в пуловеры под верхнюю одежду с шарфами когда мы ходим мне очень нравилась эта идея и я неоднократно ее использовала и сегодня видео покажу уж как моделировать эту рубашку мне кажется важна сама идея такого воротника моделируется все очень просто например сама планка вот этот просто прямая полоса у которой вот здесь расположены вытачки это элементарно все и рубашка мне кажется вписывается в любой гардероб сейчас скоро уже лето тепло и может шить такую рубашку с коротким рукавом такой вырез у-образно удлиняет шею портретную зону делать более привлекательный ну это конечно удобно как я уже сказала давайте смотреть я сейчас покажу коротко моделирование этой рубашечки посмотрите рук с рукавом никаких изменений нет поэтому даже выкройку рукава не стала доставать есть изменения в лифе у меня выкройка допустим обычные рубашки ну скажем если у вас нет еще кокетки давайте сделаем кокетку примерно на расстоянии 10 сантиметров может быть 12 кому как нравится мы чертим вот сюда перпендикуляр вот здесь перпендикуляр и отрезаем эту деталь кокеточки по спинке кокеточка побольше а по переду кокетку мы сейчас с вами срежем тоже вот так я бы соединила перед со спинкой и немножко спереди тоже убрала бы детали с плечика в кокетку сейчас вот так сделаю и посмотрите вот у нас линия плеча и я сантиметра три-четыре перенесла кокеточку на перед срезаем сейчас все лишнее и вот посмотрите мы сейчас кокетку вот так все у меня получилось вот такая кокетка со спинки и наперед переходящие сейчас нам нужно нарисовать переднюю часть застежка планку под застежку нам сейчас нужно добавить полтора сантиметра на полу за нос вот сюда полтора сантиметра добавили и мы сейчас срежем под от центра переда тоже полтора сантиметра под планочку потом плавно вот так сюда тоже полтора сантиметра и посмотрите добавим на нашу планку полтора сантиметра вот здесь вот эту линию просто продолжим вот эту линию по верху то есть у нас здесь получается три сантиметра полтора мы дорисовали полтора мы сейчас режем с нашей детали полочки вот так можно планку сюда эту подклеить вот то что мы отрезали убрали от от части переда ну либо я сейчас так ее в виду и у меня получится что лавочка шириной 3 сантиметра и длиной как раз она равна длине переда вот здесь можно планку вот так кроить но как я вам показала что и в бурде так было что планку я выкроила просто прямую а в этом месте сделала маленькую вот такую вытачку вернее вот так вытачку посмотрите как это сделать это вообще очень легко сделать мы сейчас с вами вырежем вот такую косую планку с поворотиком а теперь просто мы здесь сделаем разрез вот такой там где поворот и выправим ее выложим в ровные в ровную планочку вот так и у нас здесь с вами получится маленькая вытачка мы никогда толком не делали планки с вытачками ну вот будет первый такой опыт это очень легко шить видите вот получилось планка с вытачками я сейчас подклею здесь чтоб она у меня цельная была вот так сейчас все уберу лишнее получается что планка под застежку шириной 3 сантиметра длина планки равна длине рубашки по переду вот так у нас у планки есть вот здесь вытачка угол наклона у нас вот этот вот этот угол наклона соответствует продолжению линии по плечу и здесь я напишу что сгиб вот эта часть у нас со сгибом планкой мы определились теперь давайте порассуждаем про воротник верхней стойка воротником там тоже все просто смотрите с воротничком для построения воротника измеряем длину горловины в которой будет втачиваться воротничок вот участок кокетки посмотрите высота воротничка у меня равна 33 сантиметрам 3 сантиметра а на насколько поднимается этот воротничок вверх ну тоже сейчас можно примерно оценить скажем вот здесь он у меня поднялся то есть положил вот здесь у меня начало воротничка и сейчас мы с вами оценим насколько подъем воротничка и получается что подъем воротничка вот отсюда примерно идет вот сюда минус три сантиметра сантиметра то есть подъем воротника примерно тоже ну где-то на два сантиметра к верху то есть когда будете строить воротничок стойку вот здесь у нас будет сгиб я схематично показываю высота стойки 3 сантиметра вот здесь мы с вами отложили длина длина место горловины куда будем втачивать воротничок то есть длина воротничка а вот здесь перпендикуляр 2 сантиметра куда мы делаем подъем вот так воротничка угол наклона выбираем сами ну и здесь вот тоже 3 сантиметра вот мы считай построили воротничок примерно посередине он идет вот здесь ровненько примерно посели посередине начинает подниматься но может быть на два или три сантиметра он здесь у нас поднимется вот такой воротничок стойка вот этот скос определяем сами все по моему про моделирование все просто давайте посмотрим поближе рубашку рубашку кроилась какой-то до внешней ткани ткань в составе хлопок и полиэстер видимо она достаточно такая ведь и как крэш эффект рубашка выглядит мяты потому что такая ткань с крэш эффектом и ткань держит форму видите прям такая стоит немножко ткань краила поперек потому что долевая в ткани шла вот так полосы были расположены поперек ткани поэтому если мне захотелось полосы расположить вертикально мне пришлось расположить ткань поперек что еще хочу сказать рубашку частично выполняла шила на руках почему потому что вот саму планку и обработку горловины было очень трудно из-за этого эффекта крэш мне очень трудно было сделать достаточно аккуратно скажем вот посмотрите я первую сторону планки пришила на машинке а вторую сторону планки вот так подвернула и пришила вручную вот многим показывал как я пришиваю по тайным шовчиком вот практически этого незаметно но строчка идет вручную вот здесь посмотрите вот эти складочки на планке я в моделировании фрагментах с моделированием показывает что вот эта вытачка фактически вот здесь вытачка и вот так у меня планка доходит до пересечения со стойкой скажем как выполнить в чистую кокетку на рубашке уже тоже сто раз показано вот кокетка в чистую с лица с лица с изнанки тоже все запаковано внутрь все шовчики внутри шов притачивание рукава он с оверлаком но кокетка в чистую и когда пришивала вот эту же сделала вручную вот это вот внутрь подвернула и вручную как выполнить вот этот уголок идеально ну вот знаете как мне кажется схемы здесь нет уж как получилось потому что с строчками пришила одну сторону планки по отдельности одна сторона воротничка с лицевой стороны как пришить этот воротничок чисто не знаю может быть есть какие-то способы ну вот я сделала так как придумалось сначала пришила внешнюю сторону планки вот здесь вот машинная строчка на машинке вот здесь встык встык потом завернула вот эти вот фрагменты горизонтальные прострочила как в манжетах а потом подвернула туда внутрь и вот внутренний этот шов пришила вручную по стойке вот он весь вручную пришит и вот это вот планка вручную ну просто села музыку включила сидела подшивала сложно достаточно вот этот уголок сделать чистым потому что здесь большая толщина и кокетка 4 слоя вот в этом месте и вот все эти воротнички очень толстый фрагмент получается здесь мы выполняла подрезку все что лишнее убирала потом с помощью какого-то пинцета туда внутрь все подвернула аккуратно утюгом подправила ну вот получилось достаточно я считаю неплохо вот этот узел здесь главное чтобы детали не разъезжались буквально изнутри вот там двумя стежками их с изнанки скрепила ну чтобы здесь дырки такой скажем не было ну и все вот так почему-то в эту рубашку решила сделать кнопки вот у меня прям какое-то озарение чтобы поддержать что ли стиль такой лаконичной рубашки кнопки стала искать кнопки сделала сначала кнопки маленькие вот такие с дыркой кота которые прессом устанавливаются насквозь потом поняла что они могут легко вывалиться потому что малюсенькие ткань будет крошиться стала искать на вал березе нашла вот такие так называемые рубашечные кнопки которые не без проколов идут а скажем на таких вот зуб зубцах что ли для этих кнопок не нужно делать насквозь проколы они множественного такие скобками прокалывают саму ткань как бы без дырочки вот эти кнопки посмотрите они прокалывают саму ткань не нужно для кнопки делать дырку и вот они прям имеют такое особое название рубашечные кнопки и я решила поставить сюда вот такие рубашечные кнопки да еще нашла посмотрите с какими-то красивой вот такой бусинкой мне кажется они очень хорошо сюда вписались в эту рубашку вот сделала такие кнопки чтобы установить эти кнопки нужно обязательно иметь пресс вот такой пресс тер многие уже из вас имеют пресс и специально для кнопок вот покупала насадки по размеру у меня кнопки получились размер девять с половиной на удалось найти вот посмотрите как называются эти кнопки вдруг кому-то будет интересно девять с половиной миллиметров честно говоря я думала что будет будут побольше кнопки но оказались совсем маленькими комплект вот четыре разных элемента и насадку к ним насадка тоже отдельно продается сразу скажу что я взяла комплект побольше здесь 50 вот таких кнопочек и пока устанавливал пока научилась их устанавливать буквально знаете на штуке три-четыре испортила кнопки но что еще показать манжет вы посмотрите здесь застежка вот такая выполнена с планкой вот кому интересно я недавно марафон устраивала все элементы как выполнить кокетку как выполнить вот такой рукав с манжетом как выполнить планку все на марафоне мы там проходили оставлю ссылку на этот марафон внизу под видео ну и давайте посмотрим как рубашка на местном сидит я вам сегодня подробно рассказала про эту про свою рубашку надеюсь вам информация была полезна если остались вопросы пишите их внизу в комментариях ну и в принципе если захотите поделиться своим впечатлением тоже буду очень рада пишите внизу под видео свои впечатления на всякий случай напомню что недавно я записала подробное видео пошива рубашки классической скажем так сложным воротничком на стойке если кому-то интересно сшить рубашку вместе со мной можете присоединиться марафон уже закончился но все обучающие материалы оформлены в видеокурс любой момент можно купить этот видеокурс и сшить рубашку вместе со мной в том числе и такую просто перемоделировал немного воротничок на этом я с вами точно прощаюсь всем пока пока до встречи